Настало время поработать блендером. Все будет однородное. Уже не терпится все это себе. Привет, друзья! Меня зовут Эдуард Архипов. Сегодня мы с вами замечательно поготовим. Сегодня будем готовить фантастические постные блюда, которых не существует. Я их придумал специально для вас. Сегодня будем готовить тайский чечевичный суп. Такого не существует, можете не гуглить. И будем готовить абсолютно невероятные острые эдамамы. Для тайского супа нам понадобится набор для том-яма. Это лемонграсс, лайм, галангал, листья кофира, конечно же чили, кинза и замечательный зеленый горошек. Очень сочный, свежий и хрустящий. Также нам понадобится паста том-ям, лук и кокосовое молоко. Приступим. Для начала нам нужно обжарить лук. Его мы предварительно нарезали. Лук режем произвольно, но одинаковыми кусочками, чтобы одновременно он весь приготовился. Просто обжариваем на средней температуре, не очень сильная, чтобы он не поджарился, а просто стал мягким. После того, как обжарили лук, мы добавим туда пасту том-ям и вот такую замечательную красную чечевицу. Лук обжаривается довольно быстро. Весь процесс у вас займет минут 30, не больше. Пока обжаривается лук, я подготовлю все наши ароматические коренья, галангал. Пахнет нереально. Режем все произвольно, потому что мы потом пробьем все блендером. Все будет однородное. Лемонграсс. Немного чили. Я люблю острое, поэтому добавлю его целиком вместе с семенами. Конечно же, листья кофира. Какой же том-ям без них? Вот так вот обжарился лук. Слегка закарамелизовался. Настало время добавить пасту. Щедро. Не жалеем. Вот это вот все чудо. И чечевицу. Вот такая красота у нас получилась. Очень красиво. Запах нереальный. Слегка прогреваем чечевицу и просто заливаем горячей водой. Оставляем это вариться. Примерно на 15-20 минут красная чечевица довольно быстро варится. Потом мы добавим в нее кокосовое молоко и поработаем блендером. Совсем чуть-чуть. Пока подготовим зеленый горошек. Его нам нужно почистить. Все очень просто. Подцепляем ножом. И все очень легко счищается. Все. У меня все готово. Мне можно сейчас бездельничать. Ждать, пока приготовится чечевица. Лайм, конечно же, покатаем. Для того, чтобы сок очень легко выжимался. Все. Тоже оставляем в стороночке, ждать своей очереди. Пока варится суп, я немножко про него расскажу. Как он вообще родился. Я очень люблю ливанскую, израильскую кухню, китайскую. Очень люблю ливанский чечевичный суп. И том-ям я тоже очень люблю. И я решил их соединить и поженить. Так и родился этот замечательный супчик. Пока мы с вами тут разговариваем, суп почти готов. Наши дома мы еще вообще не готовились. Поэтому мы просто смешаем соус терияки, шрирачу. Подрежем туда немножко галангала. Для аромата. И, конечно же, моего любимого чили. На этот раз я немножко почищу чили. Хочется добавить его побольше, но чтобы потом возможно было это до мамы съесть, а не просто умереть от жары. Все, мелко-мелко рубим. Главное, не тереть потом глаза этими пальцами. Все почти готово. Итак, чечевица стала мягкой. Вот такой. Настало время добавить кокосовое молоко. Здесь уже добавляем каждый, кто как любит. Кто-то любит больше, кто-то меньше. Перемешиваем. Доводим до кипения, но не кипятим. Иначе начнет отслаиваться молоко. Это займет буквально полторы минуты. Настало время поработать блендером. Добавляем немного соли и сахара. Еще разок. Суп готов. Оставляем его отдыхать. А в это время займемся эдамамой. Для этого нам понадобится вода. Мы ее сейчас вскипятим. И просто ошпарим эдамамой. Прям немножко. Чтобы они стали мягкими. Итак, мы взяли эдамамы. И просто их бланшируем. Закинули в кипяток. И буквально ждем минутку. Соус готов. Сейчас будем все доготавливать. И уже выкладывать. А то уже не терпится все это съесть. Итак, бланшируем эдамамы. Просто сливаем. Соус. Соус нужно немножко уварить, чтобы он стал таким, как глазурь, липким, сладким. Мы тем временем займемся нашим супом. Немного лайма. Какой же там ям без лайма. Здесь у меня жареные орехи. Обычный аракис. Самый обыкновенный. Я его просто измельчаю. Если лень, можете воспользоваться блендером. Все. Соус становится таким густым. Нам нужно полностью покрыть. Каждый эдамамы должен покрыться соусом. Некрасно. Завидуйте. А лучше просто сделайте. Это не сложно. Мы и выкладываем. Настало время. Замечательный густой суп. Еще немного кокосового молока. Молодой зеленый горошек. Хрустящий. Пожалуйста. Готово. Эдамамы тоже готовы. Посыпаем арахисом. И немного сока лайма. Все очень быстро. Очень вкусно. Остается только попробовать. Друзья, это очень вкусно. Острый. Сладкий. Ароматный. Фантастика. Готовьте вместе со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова